В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студзал Сущепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 11 января составляет без малого 21 тысячу. За сутки подтвердили 165 новых случаев заражения COVID-19. С этой информацией началось еженедельное оперативное совещание в правительстве Башкортостана. Ради Хабиров предложил постепенно возвращаться к нормальному формату работы перепрофилированной медучреждения, работающей в режиме инфекционных госпиталей. В республике продолжается вакцинация против коронавируса. До Нового года регион получил 7600 доз вакцины. В ближайшие дни Башкортостан ожидает очередную партию вакцины объемом 6500 доз. Ради Хабиров поручил продолжить работу волонтерских центров и выразил благодарность тем врачам, кто и в новогодние праздники продолжали спасать человеческие жизни. Затем глава Башкортостана подвел итоги работы по обеспечению безопасности жителей во время новогодних каникул. В эти дни спасатели работали в режиме повышенной готовности. Ежедневно на дежурство заступали около 3000 человек и 900 единиц техники. Все это вкупе с грамотной подготовительной работой позволило не допустить чрезвычайных происшествий на праздничных мероприятиях. С 1 по 10 января в дежурные части в городах и районах республики поступило порядка 16 тысяч сообщений о правонарушениях. Это ниже прошлогодних показателей почти на 10%. Дежурные наряды полиции пресекли около 2000 нарушений общественного порядка. На территории Башкортостана провели более 800 праздничных мероприятий. Число посетителей превысило 130 тысяч человек. За дни каникул новогодние мероприятия в республике посетили более 17 тысяч человек. Часть мероприятий прошла в онлайн формате. На всех остальных праздничных площадках организаторы и сотрудники министерства следили за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Также руководитель региона напомнил о главных политических задачах предстоящего года. Это выборы депутатам Государственной Думы, всероссийская перепись населения, борьба с коронавирусом и наращивание экономических показателей. На совещание в администрации Янаульского района также подвели итоги новогодних каникул. Все дни янаульцев развлекали работники спорта и культуры. Ими была подготовлена обширная программа. С 23 декабря еще начались эти предновогодние наши мероприятия. С 23 декабря по 11 января 2021 года в МАО «Физ юность» и МАО «Дворец молодежи» прошло более 40 различных массовых мероприятий с охватом более 1500 человек. Это день батыров, соревнования по плаванию, спортивно-интерактивный утренник, как Дед Мороз спасал Бачка Федю, забег о вещании, день башкирской ходьбы, дворовые праздники с Дедом Морозом и сказочными героями, день зимних игр, турнир по лыжам, турнир по хоккею, зимний футбол, декада спорта и здоровья. Сотрудники муниципальных автономных учреждений «Физ юность» и «Дворец молодежи» приняли активное участие в мероприятиях муниципального уровня «Парад Дедов Морозов» и «Снегурочек», новогодние семейные игры, республиканского уровня, экологической акции «ЭМЭ», онлайн флешмоб «Мое национальное блюдо», республиканская единая акция «Благодарности и скажи спасибо врачам», всероссийской акции «Новый год в каждый дом», межпоселенческим культурно-досуговым центром и сельскими учреждениями культуры проведены следующие мероприятия. 28 декабря прошел новогодний утренник «Новый год в царстве царя Гороха» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в онлайн-режиме, всего 4300 просмотров. Также 26, 27, 28 и 29 декабря в сельских домах культуры прошли новогодние уличные утренники для детей, встреча с Дедом Морозовым и «Снегурочкой» с охватом более 540 детей. 30 и 31 декабря прошли новогодние балмаскарады в сельских домах культуры на улице. Охват составляет порядка 700 человек. Ильшат Вазегатов высоко оценил труд тех, для кого новогодние праздники стали рабочими буднями. Благодарственные письма за его подписью получили за организацию проведения самой оригинальной новогодней шоу-программы художественный руководитель Кисакаинского сельского дома культуры Альфина Рашитова, за организацию и проведение самого яркого театрализованного дворового праздника педагог-организатор станции юных техников Евгения Глазырина, за организацию фитнес-программы для жителей с Дедом Морозом и «Снегурочкой» тренер физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» Ильдар Юсупов, за организацию и проведение самых массовых новогодних семейных игр директор общеобразовательной школы села Шудек Владислав Мухамедшин, за качественную организацию и проведение досуга населения в новогодние праздники начальник отдела социальной и молодежной политики и спорта Альбина Саляхова. Наградой был отмечен и наш коллега-видеооператор Нил Сафин за масштабное освещение событий новогоднего Янаула. Независимо от дня недели 24 часа в сутки врачи спасают жизни и здоровье тех, кто нуждается в помощи. В благодарность за их непростой и такой важный труд в нашей республике прошла акция «Спасибо врачам». Присоединился к ней и Янаульский район. Школьники написали письма врачам и всем медицинским работникам. Они поблагодарили их за заботу, внимание, самоотверженность, пожелали здоровья и счастья. Эти письма молодые активисты, воспитанники Дворца молодежи и Дома пионеров и школьников вручили медицинским работникам 11 января. Сегодня прошла акция «Спасибо врачам». Провели его сотрудники Дворца молодежи, воспитанники клуба «Батыр», юно-армейцы, волонтеры РОМДД «Вместе». Также к акции присоединились воспитанники Дома пионеров и школьников. Ребятам очень понравилось участвовать в акции, потому что мы получили полную отдачу от врачей. Им было очень приятно, это было видно. Мы не устанем благодарить наших врачей. В такой период тяжелый в стране они стоят на передовой. Профессия врача очень сложная. Люди учатся годами, практикуются годами, теряют своих пациентов, к сожалению. Конечно же, каждый это очень переживает больно. И не устаем говорить спасибо. И сегодняшняя акция, я думаю, хоть немного подняла настроение для того, чтобы совершать последующие подвиги. Врачам мы, конечно, желаем первую очередь здоровья, чтобы они на своем нелегком труде не болели. Их родные и близкие были здоровы, были с ними рядом, поддерживали их в их труде. Чтобы год этот был для них счастливым, был годом реализуемых планов, чтобы они приобрели надежду и веру в новую хорошую жизнь. Я надеюсь, что мы минуем наконец-то этот вирус и наша жизнь наладится. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 3 миллионов 495 тысяч жителей. В Башкортостане их число 21 тысяча 402 человека. В России 24 тысячи 763 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 167 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 14 января в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация, как и по республике, такова, что спады заболеваний и новой коронавирусной инфекции пока нет. За прошедшую неделю выявлено 56 пациентов. Из них один пациент со средней степени тяжести заболеваний получает медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 8 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтеканск и в Уфе продолжают лечение 4 человека. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. На карантине на 14 дней находится 62 контактных лиц. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством профилактики инфекционного заболевания является вакцинация. В 2021 году в республику суммарно поступит более миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится на добровольной основе бесплатно в государственных медицинских организациях. Первая партия вакцины ГАМ-КОВИД-2 поступила в Янаульский район 28 декабря в количестве 120 доз. В том числе медицинским работникам 50 доз, работникам образования 40 доз, социальным работникам 30 доз. 11 января мы завершили введение первого компонента вакцины. 2 февраля планируем завершить введение второго компонента. Вторая партия вакцины поступила 14 января в количестве 145 доз для сотрудников и получателей услуг психоневрологического интерната. ГАМ-КОВИД-2 это вакцина, комбинированная векторная вакцина, которая состоит из двух компонентов. После осмотра терапевта и оформления добровольного согласия вводится первый компонент вакцины и через 21 день вводится второй компонент. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении новой коронавирусной инфекции. Данная вакцина показана к применению для профилактики новой коронавирусной инфекции взрослым старше 18 лет. В текущем году все силы медицинских работников будут направлены на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции и стабилизации ситуации в данном направлении. И поэтому мы еще раз рекомендуем населению соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! Площадка отразила, что приоритетно для современной молодежи и каких взглядов и интересов они придерживаются. У нас проходит Всереспубликанский молодежный гайдпарк. Мы сегодня рассматриваем такие вопросы, как кто такой лидер общественного мнения, как им можно стать, кто они, современные лидеры общественного мнения. Сегодня, получается, у нас участвовали две команды. Это команда мальчиков и команда девочек. Девочки из лицея, мальчики из гимназии. Ребята активно приняли участие в беседе, выразили свою гражданскую позицию. Очистка дорог от снега после сильного снегопада продолжается. Общество с заграничной ответственностью Янаул благоустройства задействовало 14 единиц техники для очистки дорог Янаула. Особое внимание уделяется расширению проезжих частей, вывозу снега за пределы города, очистке тротуаров, остановок и предотвращению наката. Также ведется уборка дворовых территорий. Обслуживающей организацией его неналого благоустройства ведется работа по очистке улиц города. Согласно муниципальным контрактам, наша организация выполняет работы по очистке дорог, по вывозу снега, по очистке тротуаров, остановочных павильонов, уборка остановок. В данный момент после выпадения снега осистили дороги, в данный момент вывозим снег с территории города и производим расширение дорог. Всего на работу привлечено 14 единиц техники, на Российской улице 11 единиц и на вывоз снега 3 единицы. И работники Янаул благоустройства в количестве 25 человек. Традиционная рождественская елка для маленьких янаульцев прошла 10 января. Праздник прошел в Иверско-Ильинском храме, где всех присутствующих тепло поздравил настоятель храма Николай Гречушкин. Воскресная школа «Лампадка» подготовила интересное и красочное представление девочек со спичками. Юные участники продемонстрировали свои актерские и вокальные данные и постарались передать ту самую атмосферу Рождества. После представления девчонки и мальчишки хором зажигали огни на нарядной елке. Дружно водили хоровод, танцевали и пели песни вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил сладкий подарок и положительные эмоции. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Анисой Арслановой. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры предоставлены «Криминальная хроника» Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами гололедится. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 27-32, при натекании облачности до минус 22, днем минус 11, минус 16, по северу до минус 20 градусов. 17 января. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска вместе с 1-й армией войска польского освободили Варшаву. Честь первыми войти в столицу Польши была предоставлена войскам 1-го Белорусского фронта и 1-й польской армии. Москва слютовала освободителем 24-мя артиллерийскими залпами. Медаль за освобождение Варшавы получили более 690 тысяч человек. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Аниса Арсланова. 29 декабря в рамках операции «Ель» был выявлен факт незаконной рубки дерева. Под самый корешок елочку срубил 62-летний житель деревни Орлян. В отношении пенсионера составлен административный протокол. Мужчине грозит солидный штраф. В тот же день был задержан еще один мужчина. Житель деревни Варяж также незаконно срубил хвойную красавицу. Вечером того же дня сотрудники полиции выявили кражу в одном из супермаркетов Янаула. Факт хищения произошел накануне. Выездом следственно-оперативной группы личность преступника была установлена. Им оказался 36-летний житель Янаула. 1 января за помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница улицы Островского и сообщила, что в дом проник неизвестный мужчина. Выездом было установлено, ночной гость проник в дом, сняв стекло оконного проема веранды. А поскольку был в нетрезвом состоянии, уснул. Ну чем не ирония судьбы? Правда, в нашем случае хозяйка вызвала на помощь сотрудников полиции. В первый день Нового года за помощью обратилась жительница улицы Победы. Она сообщила, что ее дочери угрожает зять. Выездом было установлено, 41-летний мужчина угрожал супруге заряженным оружием. Сотрудники полиции и взяли охотничье помповое ружье марки Иш. К счастью, в этой истории никто не пострадал. В этот же день, 1 января, семейная драма разыгралась в селе Новый Артаул. Выездом было установлено, что в момент ссоры 31-летняя женщина нанесла один непроникающий удар ножом в область Петра 37-летнему мужчине. А теперь к другим происшествиям. 1 января дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Янаул-Уфа. На 201-м километре трассы близ из села Каймашабаш сбили человека. Выездом следственной оперативной группы было установлено, что водитель автомобиля марки Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Янаула в Уфу, совершил наезд на пешехода. Он двигался посередине проезжей части на неосвещенном участке дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия житель села Каймашабаш 1979 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Водитель авто, 32-летняя жительница Ежеска, управлял автомобилем в трезвом состоянии. За две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб. Выявлено более 420 нарушений правил дорожного движения. В том числе 51 водитель пренебрег ремнями безопасности. 12 автолюбителя нарушили правила обгона. Семь водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожара. Субтитры создавал DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402.